Так, здесь у нас оказывается задание на C надо выполнить, да? Точнее, на C++ и вот. И вот такой тоже надо сделать, да? Вот такой блок-схему. Нет, есть специальная программа, которая вот такую может сделать, я покажу. Нет, это не база данных, это другое. Так. Вот это на языке C, да, получается, текст. И C++, точнее, потому что вот C, A, вот это на C++. Вот так. А вот это называется блок-схема. Сначала мы поставим программу, на которой можно на C++ работать и блок-схемы делать. И мы ещё будем делать это на языке Python. Или можно вот в этой программе сделать, и с неё можно на Python и на C++ сразу вывести. Так. Чтобы установить C++. Так. Dev. Dev. C++. Dev. C++. Dev. C++. Так. Вот. Пишем download. Вы тоже сразу можете или смотрите, или повторять будете, а? Ага. Хорошо. Да. Это язык C++. Мы его тоже используем. Вот. И в некоторых случаях он сильнее, чем Python, да, в некоторых случаях? На нём времени больше выходит, чтобы делать. Но зато программа. И эта. Вторая программа, в которой вот эти блок-схемы можно делать, называется Logo. 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 Вот здесь не установлено. Так. Вот. Windows 64 бит-то, да? Так. И сейчас мы сразу их установим. Будем писать на Python. На Python и на C++. А вот при помощи вот этой программы, по алгоритм, можно вот такую блок-схему сделать. И она может и на C, и на Python данные вывести. И вот. Так. Setup, да? Установим. Пока понятно, да? Я согласен. Так. Пока ты скачивает DFTPP. Сегодня дома скоростной интернет сделали. Вот это со швейной программой, чтобы работать. Так. Вот шлоу-горитмная программа, да? И посмотрим. Вот он, да? Так. Язык у нас какой? Украинский? Russian. Украинский. Украинский. Украиническое слово, да? Russian. Russian. А так, в принципе, есть даже Урецкую планету, да? А, Турция есть, оказывается, да? Да. Так. Вот он. Вот. Этот флоу-горитм. Чем он хорош? Сейчас сразу C++ поставим сразу, да? Можно на нём собрать схему, А потом Её на любой язык перевести. Здесь много языков встроенных есть. Вот у нас же здесь получается вот такие вот схемы есть, да? Почти такие схемы, да? И Её рисовать долго. А в этом логарифме легко делается. Вот я щас простой А, сначала C++ поставим, да? Вот он. Мы его тоже используем. Спайл-тилах. Я хотел как раз его поставить. Так. Тоже язык какой поставим? Польский? Россий. 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 Так. Далее. Ну, нам надо даже не только на одном языке ограничиваться. А мы будем использовать кроме питона ещё JavaScript, Java, C Sharp, и C++. Широко используют. А так ещё и другие языки тоже. Вот, например, в программе vRap там язык оказывается Луа. Слышали язык Луа? Бразильское правительство потребовало, чтобы независимый у них свой язык был. Независим от Америки. И бразильские программисты написали язык специально, который не от Америки зависит. Луа. Тоже такой лёгкий язык, оказывается. Ну, молодцы бразильцы, да? Молодцы. Так. Сейчас попробуем эти обе программы. Так. Запустить DevC++, да? Так. Здесь создадим папку для проекта. Test, да? И вот DevC++ файл создать проект консольный аппликейшн. Это с него можно начать, да? Можно на C, можно на C++ писать. Так. И сохраним его. Так. Test. Назовем, по-моему, Test1, да? сохранить. Сохранить. И вот здесь можно вот так. Allem. Allem, да? Так. И запускаем, да? Выполнить. Выполнить. он его компилирует. А! Вот я питал носки. Назовем точку запятой. Так. каут, говорит, здесь нету. Чтобы каут было, отвыки от C, да? Получается и good надо какой-то Давайте откроем его, например. А тут я уже от C. Ну, сейчас будем привыкать. Ардуино тоже на C делается. Include Eostream H H Так. Нет такого, говорит. Что такое? Так. Проект Упомнить. Перестроить все же. Так. Каут Ir Напечатаем. namespace std написать теперь. Выполнить. О, видите, с alem появился, да? И в отличии от этого, от Python, он создает .exe файл. Вот этот .exe файл. Видите, да? Его можно запустить. Так. И... Ну, здесь он не запустится, вот. Фаре он хорошо виден, вот. Фар же есть, да? Фар. Фаре удобно, вот. Приступим работать. И вот тест. Нажимаете, ctrl-o. Вот. Здесь вышел, да? Видите, да? Так, то есть, он делает .exe файл. Если в Python, мы обязательно код даем, а здесь .exe файл, если посмотреть, вот такая вот абракадабра видно. То есть, можно скрыть код. Понятно? А в Python обязательно исходный файл. А вот этот файл можете не давать. Это исходник, да? Так, и... Здесь вот еще есть редактор. Да, 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 да. А в Python вот эта проблема есть. Получается так. Теперь давайте флоугоритм испытаем, да? Здесь создадим переменную. Допустим, она равна i, да? Вот в старых языках переменную обязательно создавали. И здесь создадим цикл. цикл для for, да? Для i, допустим, от 0 до 9, да? И здесь вот так можно вывод сделать. Печать. Печать i, да? И вот можно запустить. Вот. От 0 до 9 они вышли, да? Можно пошагово запускать. Так. Пошагово. Вот. Куда пришел, потом туда. Потом и распечатал. Вот. Так. Здесь окно очистим. Ноль, который был, стерся, да? Так. Потом. А, мы все сразу запустили, оказывается. Сейчас окно очистим. Так. Теперь вот. Пошагово. Вот сюда пришел, да? Видите, да? Куда зашел. Потом. Здесь можно еще. Инструменты. Переменные тоже можно смотреть, чему они равны. Так. Переменные чему равны. И пока без значения, да? Куда сюда придет. Акно поменьше сделаем. Вот у нас три окна, да? Получается. Три окна переменных. Так. Вот сейчас сюда пришел, да? И пока без значения. Так. И уже стал ноль. Видите? Но еще здесь не появился. Вот теперь и появился. Так. 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 И стал один появился. И стал один появился. Вот так можно здесь в логаризме пошагово смотреть, как он работает. Удобно, да? Да. Циклы, ветвления здесь можно. И еще одна здесь есть фишка. Так. Показать исходный код. Вам какой язык нужен? Нет. Давайте для начала питон, да? Вот. На питоне вот такой получился. Так. И давайте его сохраним, да? Так. Так. Тест. Тест один, да? Вот. Откроем. Тест один. Открыть с помощью айдла, да? То есть мы его такими схемами делали. Схемами же, он как в скретче, вы поняли, да? Где эта сама схема была? Вот, да, схема. Цикл, в нем действие. Это похоже на скретч. И появляется код. Запускаем. Вот. От нуля до девяти его печатает, да? Да. Вот. InRange от нуля до девять плюс один, да? И шаг один он написал. Теперь, мы можем перевести на другие языки. Так. Вы можете сразу посмотреть, как какой язык выглядит. Вот C++, например, да? Вот. Вот. Вот на C++, который на питоне две строчки был. Так. А? Да. Еще есть другие языки, вот. FishArt мы используем. Вот. Вот это Java. Это JavaScript. JavaScript. Вот так можете сравнительно любой язык, в принципе, выучить. Вот. Вот это Java. Вот на вот этом для айфона программируют Swift. А? А вот Pascal, мой любимый язык. Так. Lua здесь тоже есть, да? А, вот и Lua здесь тоже, оказывается, есть бразильская. Вот она. Ага. Так. Да. Сейчас давайте на C++, да? Сохраним. Так. Test1, да? Test1 есть. Нет. Test1 есть. А сейчас у нас Test1 cpp. Так. NotePadом откроем. Мы его можем целиком скопировать и вот сюда вставить в проекцию. Это удаляем. Вставляем и попробуем собрать. Выполнить. Нет. Скомпилировать, компоновать и выполнить, да? Вот. От 0 до 9, да? Даже мы, получается, ничего не разбирая. Написали блок, да? И он работающую нам программу на каком-то языке выдал, да? классная программка до алгоритм так теперь дальше читаем задание получается вот эти все вы можете сами сделать в принципе нет почему нет да я сейчас один вариант сделаю одну да вот эту да номер 1 ясно так теперь вот смотрите посещение для youtube записываем час так дальше получается задание вычислите сумму первых 10 членов заданного ряда с точностью до 0 0 0 1 да вы можете упростить или изменить выражение по своему вкусу значит надо цикл сделать от нуля до до или с одного до десяти посмотрим как там от нуля оказывается да от нуля до девяти получается да 10 членов давайте вот на этом алгоритме сделаем да он сразу и на c++ и на питоне нам сделать это тогда так файл сохранить как это пусть будет на этот тест 1 да и так и мы сейчас откроем новую папку назовем ее лап 4 да папку лап 4 лап 4 1 назовем да лап 4 1 назовем да лап 4 1 сохранить так у нас получается цикл от 0 до 9 и так уже да и сюда нам нужно получается н это у нас вместо ай у нас будет теперь н оказывается да видите да поменяем целый н и цикл эндов меняется от 0 до 9 и потом дальше нам еще нужно а н вычислять оказывается а н ведем объявление тип вещественный называется а н д просто а сделаем а вещественный а теперь дальше здесь нам надо добавить вычисления присвоение так переменная а у нас равняется и смотрим выражение минус один степени н так посмотрим лога рисун как будет там степень до на русском если есть но на английском степень и называется паула так так видим паула здесь или нет вот эта степень стрелка вверх или это экспонента вот 1 плюс 3 степени 2 степень будет вот такой стрелочкой вверх значит да получается смотрим выражение а н а равно минус 1 и степени n если минус то мы обязательно должны внутри скобок минус делать минус 1 степень n да и что правильно умножить мы вот здесь скобки и так должны сделать еще лишние скобки добавить так потом дальше 1 делить на вот это число да получается 1 делить на скобки открываем и внутри него еще три скобки до получается 1 умножить на 2 и умножить на так первую скобку мы сейчас записываем n плюс n плюс 1 во вторую скобку мы записываем m плюс 2 m плюс 2 n плюс 3 так и потом дальше а выделите сумму еще да то есть надо оказывается их умировать так значит еще одно сделаем сумму так это будет с сумма да вот от арабского слова сумма где ляка сами слышали да а затем вот так так теперь здесь сумма на каждом шаге будет считать и в конвере концом и он на каждом шаге будет считать и в конвере с концом печать вывод вывод суммы вот то есть все вот это они могут сделать print screen вот вот так понятно да так и из него же мы сейчас делаем во первых запустим давайте запустим пошагово посмотрим как она работает это окно ввода вывода и здесь окно отслеживания переменных до опускаем переменная не объявлено и не объявлено говорит а вывод и удалим да вырезать все лишнее оказывается так н вот н появилась у нас до с появилась без значения с уже равно нулю да там дальше цикл н н уже равно нулю а пока без значения а стала вот такой с увеличилась потом н увеличилась а увеличилась так он крутится увеличивается и в конце вот появилась у нас результат вот теперь а так теперь мы его охраняем на языке сначала питон да мы же любим питон да вот он на питоне так так сохраняем лап 4 1 пай да так и теперь на си плюс плюс вот он на си плюс плюс так и попробуем открыть питоне у нас здесь в конце получилось какое число ноль тринадцать пятьдесят девять да так так проверим это питоне так ран вот все вот эти все примеры можно на флоу горитм сделать так теперь попробуем это открыть опыту здесь люди hder пипи да и здесь выполнить комплиrich и выпу 아� да вот тоже самое число получилось да а так и вот еще и Traditional файл появился у нас, а? Так, теперь вам задание. Отсюда пару штук еще сделайте, какие сможете, хорошо? Самостоятельно. Чтобы, надо же не просто, чтобы я показывал, да? А чтобы еще поняли и сделали, а? Понятно? Да, можно все, здесь проблем нет. Потом мы приступим к следующему. Понятно? Так нормально будет, да, вот в таком темпе, да? Почему? Ну, тут вообще самих заданий много, оказывается. Так. Ну, вот эту сами сделаете, да? Так, вторую тогда смотрим. Так, точнее, лап 5, да? Не, это вы сами делаете. Так. Что непонятно? Что здесь непонятно? Вариант 1, да? Вариант 1, да? Да. Какой? Они все однотипные. Нет, я не это имею в виду. Вот, 5-й. Пример, решение проблем. Вот этот? Вот, да. 5-й. 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 6-й. 6-й. Это они просто... Вот, 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 вот это мы же сделали, вот такую. Вот же она. Так. Ее принскрином вытаскиваете туда. Понятно? А остальные задачи одинаковые? Да, да, они вот эти все задачи однотипные. И код, который сейчас мы выводим, вносим вот. Вот. Код у нас вот уже тоже есть. Вот он код. Возможно, только одна, да? Ну, они одного стиля, получается, а? Так. Тогда я следующую сделаю. А вот эти вы сами поделаете, хорошо? Ну, может быть, пару штук сделаете, а потом с другом еще пару штук, чтобы он мог тоже уверенно отвечать, да? А то... Если он сам не проделает, ему, наверное, он не сможет уверенно отвечать, да? Да. Теперь не точненько ли? Да, теперь пятый попробуем. Так. Закроем. Так. Пятая. Научиться использовать оператор цикла, да? Вычислить значение функции в виде графика в индивидуальной задаче. Это немножко сложнее, оказывается. Надо для графика написать функцию. Так. Посмотрим. Шестой, может быть... Я же говорил, что за один день мы не успеем, да? Так. Работа с массивами. Это тоже сложнее, оказывается. Вам, чтобы сейчас закрепить тему, нужно первую выполнить. Хорошо? Хотя бы пару штук. Не надо все. Четверку. Вы же не просто ему видео отдадите, правильно? Вы ему должны... Хотя бы пару штук выполните, пример. Вы там пару штук, Абдурахман и так далее. Окей? Программу сами скачайте, тогда все сами сделаете с нуля. Хорошо, как в этом видео. А потом, когда это поймете, может быть, завтра тогда. В день по одной, если будем делать, ну, будет и то нормально. Потому что вот эти пятые, шестые, они, оказывается, уже тяжелые. Там много чего надо делать. Хорошо? Так. Хотя бы первую, если сможете объяснить. Если ему объяснить. Это уже большой плюс, да? И тогда еще он должен скинуть. Вот, по-настоящему, когда вы получите больную колесу, то... Утром? Да. Утром? Да. Да, хорошо, попробуем. Угу. Хорошо, ладно. Давайте.